Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Президентский указ номер 95. Республика Западной Армении может стать защитником интересов и прав всего армянского народа. Ашот Арутюнян. Россия не может без Армении. Посол Баку вызван МИД Ирана. 40 лет со дня смерти поэта и революционера Нубара Ялымяна. Вопрос газоснабжения в деревне Жданов-Джаваха пока не решен. Армения официально представлена члена Всемирного совета по боксу. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 22 октября 2022 года вышел 95-й президентский указ. Президент Западной Армении Абринак Абрамян 24 октября подписал указ, связанный с организацией очередных выборов депутатов Национального собрания и выборами будущего президента Республики Западной Армении. Полную версию указа читайте на нашем сайте. На второй день конференции «Вызовы Западной Армении», организованной Национальным собранием Западной Армении, историк Ашот Арутюнян, говоря о правовых основах восстановления исторической справедливости, отметил, Республика Армения даже в ООН не подняла вопрос осуждения Турции и ее вассала Азербайджана относительно оккупированных западных провинций Армении, Килики и Курараских территорий. В условиях обесценившейся идеологии независимости, национального единства, отсутствия долгосрочной стратегии, а также агрессорской политики Азербайджана, беженцы Шуши в Ереване надеются на поддержку правительства Западной Армении, которое принимает Арцах как неотъемлемую часть Западной Армении. Вступая в сотрудничество с развитыми странами, может изменить традиционный политический курс трех армянских государственностей и стать защитником интересов и прав всего армянского народа. Нужно помнить, что начало стратегии излечения физической и моральной боли арцахских армян была основана в 1912 году представителями Национально-политического союза западных армян, главой которого был руководитель национальной делегации по гос.Новар Паша. Полный текст выступления можно посмотреть на нашей YouTube-странице. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции и отношениями с гражданами Казбек Тайсаев заявил, что они не представляют Армению без России, а Россию без Армении. Наши страны связывают большая победа, которую никто не может отнять. В то же время мы связаны общей культурой, историей и религией, сказал Тайсаев, добавив, что составляющая парламентского сотрудничества должна играть важную роль в решении проблем Армении и России. Тайсаев также добавил, что касается встречи в парламенте Армении, то у нас есть успешный опыт сотрудничества в Верхнем Ларсе. Есть проблемы с Ларсом. Будет создана дорожная карта, которая поможет в этом на дальнейших этапах. Западная Армения имеет дружественные отношения с Россией, о чем свидетельствует и историческое прошлое. 29 декабря 1917 года российским декретом было признано право Западной Армении на самоопределение до независимости. Мы продолжаем сохранять благожелательные отношения, конечно, руководствуясь национальными интересами. Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде 10 ноября был вызван в МИД Ирана. Об этом сообщает Армен Пресс. Посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде был вызван в МИД в связи с заявлениями азербайджанских чиновников и недружественными антииранскими публикациями в азербайджанских СМИ, говорится в сообщении МИД Ирана. Было также сказано, что прием в посольстве Ирана лиц, провоцирующих сепаратизм в Азербайджане и избегающих уголовного преследования в других странах, является недружественным шагом. Некоторые до сих пор задаются вопросом, кто они? «Мы ожидаем, что этот процесс будет приостановлен как можно скорее, будут приняты необходимые меры для предотвращения этого повторения», сказали азербайджанскому дипломату в МИД Ирана. 5 ноября 40 лет со дня смерти писателя, поэта и революционера 80-х годов Нубар Алья-Лумяна, убитого службой безопасности город Утрехта в Нидерландах. Нубар родился в 1957 году в одной из провинций Варду, губернии Багеш, Западной Армении. В 1969 году вместе с ним переехал в Константинополь, а в 1974-75 годах, будучи студентом, участвовал в революционном движении, был вовлечен в партизанские ряды. В 1978 году отправился в Нидерланды, активно участвовал в сопротивлении против хунты 12 сентября. Полную версию статьи читайте на нашем сайте. В деревне Жданов Нинацминского муниципалитета не перестают мечтать о природном газе. Жители лишены нормальной дороги, зимой обильный снег перекрывает не только дороги в деревне, но и отрезает деревню от города. В Жданове проживают около 100 семей, но из года в год по причине отсутствия элементарных бытовых условий семьи покидают деревню. В этом году Жданов покинулись 6 семей. Люди хотят жить в комфорте и в хороших условиях. В деревне нет природного газа. Дома отапливаются дровами и навозом. В основном жители занимаются скотоводством. Поход на земель мало. Армения официальный представитель Всемирного совета по боксу. По сообщению информационной службы Федерации профессионального бокса Армении на проходящей в Мексике 60-м конгрессе Всемирного совета по боксу, руководитель организации Мауриссио Сулейман официально представил Армению представителем в регионе. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Согласно договоренности, три боксера Армении, Рафаэл Симунян, Арам Фанян и Валерий Ванесян, проведут рейтинговые поединки, говорится в сообщении. Президент Федерации профессионального бокса Армении Гарник Арутюнян подал заявку для участия армянского боксера Нуэля Микаэляна в поединке за чемпионский пояс. Не исключено, что чемпионат пройдет в Армении. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информируя о политических и общественных событиях правительства, а также дает всем возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, можете поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезрители, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что Веста на Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok